Салют, пипл, с вами Хьюман, и сегодня мы поговорим с вами о Mafia Definite Edition. Предлагаю начинать. Еще в 2002 году Mafia врезалась в память сотням тысяч людей своей кровавой и безжалостной истории Томми Анджело. А после того, как в это же время вышла третья GTA-ха со своим открытым миром, который просто разорвал шаблон игрокам своими возможностями, Mafia работала тем же образом, но в отличии от GTA, Mafia отличал прямо линейный сюжет, который проходил в хаотичном городе Lost Heaven 30-х годов. И до сих пор эта игра в память о многих людей как отличный криминальный триллер, в котором было много сложных принятых решений. А теперь в обновленном виде серии игры разработчик Hunger 13 не забыл о той атмосфере, но еще и при этом внес столь необходимые обновления. В дополнение к полностью новой графике и игровому процессу, который применили из третьей мафии, в Definitive Edition также была переработана оригинальная история, придавая персонажам немного больше нюансов и возможностей. В самом начале сюжета игры Томми встречается с детективом, дабы поведать информацию о преступной группировке, в которой он находился на протяжении определенного времени. Но теперь подача этой информации и собственно ее интерпретация нам дана так, что каждый момент сопереживаешь и думаешь, да что же произошло и что же дальше-то? Ну и к слову, хоть игра у нас и новая, я имею ввиду графику и собственно сделано все с нуля, тем не менее повествование и механика осталось прежней, поэтому аутфаги в принципе будут очень сильно довольны. И это не в плохом смысле, это скорее атмосфера и дань оригинальной версии. В итоге как в самом оригинале, так и в ремейке повествование остается линейным. Город же Lost Heaven напоминает больше холст, нежели открытую площадку, так что вы сможете в полном масштабе насладиться внешним миром и в принципе у вас есть возможность пройти сайд-квесты. В любом случае атмосфера вам обеспечена. Все же вы сможете разблокировать режим бесплатной езды, он в полной мере откроет вам город для исследования без каких-либо ограничений по самому сюжету. Во время же становления Томми в клане Сальери от доброго самаритянина до хладнокровного убийцы будет одна миссия под названием «Поездка в деревню». Ее изменили так, чтобы еще больше подчеркнуть все тягости и жуть той обстановки, которая там происходила. В итоге играя в ремейк, ощущается, что сами ставки в этой игре куда выше, нежели в оригинале. Давление и прессинг ваших эмоций будут на порядок жестче. И тут вы начнете понимать, почему же становление в гангстеры был обоснованным выбором. Механика стрельбы и сам боевой процесс стали великолепны. Вождение тоже потерпело изменений, но это только к лучшему. И более того, уже со старта миссии лайтовыми не будут, появилось больше сложностей. И кстати о миссиях. В ремейке есть опция включения классического режима. Напоминаю, в оригинале было несколько механики правил, которые закрепили за игрой статус «сложный». Так что и здесь вам будет доступна эта функция. Те, кто не знает, поясняю. Мы ведем речь о более жесткой боевой составляющей. Враги будут умнее и сильнее, ну то есть больше хп и так далее. А также будет присутствовать соблюдение правил дорожного движения. То есть, если вы проедете на красный свет даже во время выполнения миссии, то вы со стопроцентной вероятностью нарветесь на преследование со стороны полицейских. А они в итоге могут полностью испоганить и провалить вашу миссию. Казалось бы, ну что тут такое? Что в этом режиме такого особенного? Но вот именно тогда это было великой причиной, почему игра обладала такой крутой репутацией. И я очень рад, что Hangar 13 оставили эту функцию и в ремейке. Так что, по моему мнению, рад будет как олдфак этой серии, так и свежий зеленый новичок. Ну, а нам остается дождаться релиза 25 сентября. Ну, а на этом у меня для вас все. И не забывайте, сейчас я провожу розыгрыш игр Mafia, как раз таки этой, и Sirius Sam 4 часть. Поэтому проходите по ссылке под этим видео ВКонтакт и участвуйте. И не забудьте не подписаться на этот канал, ни в коем случае не поставить лайк и нафиг выбросить идею из головы поставить колокольчик. Ну, а от себя, как всегда, желаю кайфовой вам игры. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok